Выходи за меня замуж или просто давай сделаем детей и у тебя не будет никаких хлопот, потому что моя мама будет заботиться от них. Она будет счастлива, она хочет этого, она будет счастлива от этого. Я буду счастлив тем, что хотя бы на мне род мой не завершился и продолжился дальше поколение. И то, что я смогу обучить их, разговаривать буду с ними, обучить их рисованию и даже музыке, даже рисованию. Рисованию я их офигенно обучу, уж поверь мне, они будут достойными людьми, они не будут отморозками какими-нибудь, потому что я буду с ними разговаривать, а не орать на них. Как обычно в семье отец орёт на ребёнка или мама орёт на ребёнка. Так, где-нибудь я. Моя мама будет с ним возиться до определённого возраста потом. Короче, ты ничего вообще не теряешь, просто родить, ты просто родишь ребёнка и будешь счастлива. Моя мама будет счастлива тем, что она будет, что у меня будет ребёнок, что она будет возиться с ребёнком там, ухаживать. Понимаешь, я не курю, не пью. Видео, где я курю, пью – это старое видео, где я просто экспериментировал, мне это не понравилось, я понял, что это не моё. У меня даже физически от алкоголя, даже от лёгкого, аллергия возникает, физически даже не приношу и вкус, и никакой эйфории не чувствую от этого. Зачем тебе выходить, зачем тебе строить семью с курящим, пьющим, который бросит тебя, который изменит тебе? Я, например, не изменял своей девушке, когда мы были в ношениях и ещё задолго после этого, когда она разлюбила меня. Сейчас я буду рисовать пейзаж. Сначала я начну с самого тёмного, обозначу. Да, ну получается, мне не нравится, что маленькие такие наждачки. Если ты умеешь, кто-нибудь умеет сделать большую плитку такую или материал такой большой, на котором будет хорошо ложиться мел, я буду очень технологией, кто мне скажет, я буду очень благодарен, кто поставит мне эту технологию на поток. Я буду даже платить за это, ну, платить за это реально, что это будет очень круто. Ну, на Западе где-то есть такие технологии, у нас нету. Если ты можешь, переведи этот момент, где я говорю про ребёнка на разные языки, на японский, на английский. Может кто-нибудь откликнется там, на хоть какой язык. Хотя зачем тебе это делать? Какой тебе профит от этого? Ну, если ты переведёшь хорошо, я могу подарить тебе пейзаж красивый или что-то хочешь. Или портрет твой сделать. И прислать почтой. Почта России неделю идёт, чуть меньше недели даже. Всё нормально. Короче, смотри, уши. Маленькие уши. Офигенная борода. Если не интересно, можно сбрить бороду. Ровный нос. Волосы очень густые. Без кофе, без кочкибрева просидин. Но они... Ой, без этих просидин. Наоборот, они сидеют, но не лысеют. Подбородок нормальный, не впалый там никакой. Мощные, мощные скулы, челюсть нормальные. Руки смотри. Музыканты. Не у каждого, не у каждой девушки такие руки. Мне это просто люди говорили. И некоторые. Не капли жира. Я могу хоть сколько есть. И это, кстати, реально. Если родится девочка, она будет хоть сколько есть. Она не будет даже толстеть никогда. Вообще. Никогда. И будут завидовать ее подруге. Представляешь? Вот так вот. Мощная фертильность. Нормальная фертильность. Что еще? Вряд ли ты любишь... Я не знаю. В России, наверное, не любят вообще секс. Я не знаю, что такое. Или секс любят с какими-нибудь вообще невменяемыми абрыганами. Я не знаю. Какими-нибудь... Вы просто поидите в лес там. Может, вам там медведя найдете себе. Может, медведь вам по душе. Мы люди. Я человек. Понимаешь? Ты не любишь человека? Хорошо, я понял. Ты не любишь человека. Ты любишь какого-то абрыгана невменяемого. И занимаетесь сексом под алкоголем обычно здесь в провинции такое происходит. Какой-то ужас. Какие-то орочие выкрики там. Орчиха орет. Орк орет. Что же здесь не так с этим? Переведи на английский язык, и я подарю тебе картину. Если ты хорошо переведешь вот это, где я говорю про вот эту вот тему. Где я говорю про то, что я ищу... Ну, что продолжение своего рода. Закадривай перевод. Сделай. И текстовый еще. И я подарю тебе картину или деньги. Даже заплачу. Нормальный рост. В карточке у меня написано в одном месте. Я даже скрин-карты скину потом, когда будет время. В одном месте написано 179 сантиметров. В другом месте написано 182 сантиметра. Такая вот фигня. Странный такой разброс, да. Только одно условие. Сменяя никаких элементов. Хотя тебе плевать на это. На эту просьбу. Просто будут дети, которые будут нашим потомством. Твоим продолжением рода. Мои красивые и разносторонне развитые, творческие развитые. И нормальные роды пройдут. Не так, как мои. А про свои роды я рассказывал. Там вкратце это не кормили молоком грудным, закололи антибиотиками, держали в парокамере, изолированной, как и в одиночной камере. Потом закололи антибиотиками чуть ли не до смерти. Потом вытаскивали крещнями за голову. Повредили шейный отдел. Здесь вот у меня плечо дергалось. И они сказали, что он будет вначале подвижным. Так и было. Я сам был очень подвижным ребенком. А потом станет заторможенным. Ну и как видишь, я заторможенный. Что, не хочешь, да? Нет? Хочешь от алкаша ребенка? Пожалуйста. Какая разница? Найди себе алкаша Васю или банкира с маленького такого, с пузиком таким большим, но с большим пузиком, с деньжищами. Найди себе. Или понтореза, который взял в кредит тачку. Не думай головой. Не думай головой. Ты чувствуешь, что я неподходящий для продолжения рода. Я тупиковая ветвь развития, да? Но алкаши какие-нибудь или понторезы, которые бесталанные, они продолжение рода здесь, да? Бандиты, они нормальные здесь. Они здесь должны продолжать род, да. Все нормально. Ты права. Плоди бандитов, бомжей и всяких там. Короче, пускай их потом пустят на убой, на войну или еще что-нибудь придумают. Государство специально ведет пропаганду военную, чтобы избавиться от части вот нарастающего АУЕ поколения. А еще и ШАУЕ поколения. Но это не будем об этом. Короче, я простой, смотри, простой русский человек. У меня обычные волосы, да, я некрасивый, потому что я простой русский человек. У меня нет веснушек. Я ничего, ничего не выделяюсь ничем. Просто обычное лицо. Обычный вообще. Самый обыкновенный. Ну, руки очень тонкие. Смотри. Смотри, какие страшные. Ужасно, да? Да. Нельзя, чтобы были люди вообще с такими руками. Нельзя. Ни одна россиянка не хочет, чтобы рождались вот с такими руками. Какого меня, Александра Ленина. Да, вы правы. Зачем нужны такие ужасные руки? Не надо. Нет, нет, нет. Да, у меня нет машины. Хрен вам, банкиры. У меня нет машины. Но даже если у тебя есть машины, короче, ребенок будет не твоим. Она заберет у тебя ребенка, будет его воспитывать так, что он окоченеет, охренеет просто. В таких случаях дофига. А потом, ну, станет так морозком. А может, нормально. Но его потом заберут на войну. Короче, неважно, в общем, что будет, то и будет. Ты видишь, какая зануда. 48 минут, говорю. Говорить 48 минут – это занудство, да. Это не талант, это занудство. Такие вот пальцы – это не уникальные случаи, это уродство. Борода, которая хорошо растет – это гадость, да, по меркам этого общества. Кустые волосы – это стрёмно, по меркам этого общества. И вообще весь я стрёмный. Все правильно. Что добавить? Нечего добавить. Все верно. Не хватает насыщенного синего мелка, вот что мне не хватает. Жаль. 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 Жальсовый ингр&курк��. Жаль darüber. Жаль rubber. Аааааааааа. Просто давай зачтем за... Короче, ребенка роди от меня, чтобы было продолжение рода. Тебе это нужно, мне, моей маме. И все моим близким будут радоваться, и твои близкие будут радоваться. Разве нет? Я говорю, что это противоестественное. Да, противоестественное. Для России здесь все противоестественное. Все, что я говорю, противоестественное. Это да. Человек, который не пьет, не курит, не наркоманит. Нафиг он нужен России? Нафиг он нужен россиянкам? Нафиг я нужен россиянкам? Нафиг я нужен тебе, да? Тебе не нужен он это, не нужен. Хотя, конечно, есть много, кто тоже не курит, не наркоманит, не пьет. Да, дофига, 99% таких в России, кто не понял этот сарказм. Просто ты не хочешь ребенка, ты хочешь развлекаться по клубам. Разве нет? Ты хочешь развлечений, потому что государство разрешило тебе это. Раньше государство, раньше было все по-другому. Раньше было все по-другому. А теперь все будет по-другому. Теперь через 50-100 лет нас уже не будет. Это факт. Попробую, попробую. Тебе нужен такой, знаешь, муж, который будет невменяемый, которым можно манипулировать, который будет... Ну, короче, как тебе государство внушило капиталистическое, как олигархи внушили тебе телевидение и все. Think about. Прошу. Нет? Не хочешь подумать? Нет? Ладно. Может, воду добавить здесь? Водоем. Мне хочется, чтобы здесь был водоем такой. Рядом домик. Представляешь, твои дети будут стоять рядом, смотреть, как я рисую пейзаж. И будут восхищаться и повторять за мной. Разве это не здорово? Я никогда не буду кричать на них, как мой отец. Никогда не кричал, не кричит. Он очень флегматичный. А другой отец будет обзывать бабой, называть твоего ребенка. Он говорит, что как баба? Ну-ну-ну-ну. Будет такой вот всякую хрень нести. А ты будешь просто идти в магазин за покупками. А он будет, ну-ну-ну, короче, типичная семья россиянская. Зато у него машина, белая приора. Ну, у нас обычно в городе белая приора, зачастую жигуленки. Я энергией рисую, энергией. 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 Вы считаете меня сумасшедшим? Вы смеетесь надо мной, я рисую энергией. Но я не смеюсь над вами, я не считаю вас сумасшедшим, потому что у меня нет ЧСВ как у того, кто... Как у этого из Мастера и Маргариты, над которыми смеялись, а он смеялся над ними, что они его не понимают, а он смеялся над тем, что он их не понимает. ЧСВ-шный человек. Немножко ЧСВ-шный был, но он вынужден был таким быть. Короче, в России не хотят россиянки рожать от русских людей, детей. Это факт. Это не только я заметил. Поэтому все, что я говорю, бессмысленно. Не, ну хотят, конечно, там... Больше 50% разводов. Нормально, да? Нормально. Как в рулетку. Черт, 50 на 50. Давай. Это просто образный пример. Это не селф-харм, не призыв к суициду. Это просто пример такой. Образный. Образный пример. Палитра настраивается в моей груди, в моей грудной клетке. Обычно россиянки против... Как бы... Ну, они обычно гомофобные, да? И вот смотри, я абсолютно гетеронормативный человек, несмотря на то, что я в школе прошел. Я могу рассказать как-нибудь. Ну, я уже рассказывал. Короче, там трэш. Я остался гетеронормативным человеком. Мне снятся девушки. Я люблю девушек. Но поэтому, если ты тоже гетеронормативный, скорее всего, у нас будет гетеронормативный ребенок. Понимаешь? Если ты хочешь этого, не хочешь – нет. Правильно. Нужно быть толерантными, да? Да, ты права, да. Да, все вверх. Все нормально. Я дурак просто. Зачем нам вообще? Зачем я вообще нужен? Я нахрен не нужен? Как же сделать? Как же здесь... Как же это сделать, думаю я? Как сделать здесь такой крутой дорогу такую крутую. Не могу я найти серый мелок. Нужный мелок не могу найти. Я не могу найти этот мелок. Да е-мое, где серый мелок? Черт возьми, хреново выходит. Все, я не буду больше добавлять. Пока что хватит. Немножко добавлю. Пока что добавлю. Может прям подойти к какой-нибудь россиянке из моего города и спросить, вот почему ты не любишь... Вот посмотри на меня, как бы... Или к какой-нибудь знакомой спросить, но ее смутит это, не. Да, короче, просто спросить, вот, а почему ты не хочешь в 22 года, допустим, родить ребенка от меня? Ну и она скажет, скорее всего, деньги, где? Давай деньги. Или скажет... А, или скажет... Скажет... Вот так что, не знаешь, там... Но он команда... Тут непонятные слова... Какие, какой ребенок... Нужно развлекаться... Нужно брать от жизни все... Вот и все... Черт возьми... Вот и все... Черт возьми... И на этом все... Ты идешь на работу... Вахтовым методом... А там с твоей женою... Столько прыгают... Гавриков... В течение месяца... Нет никакой верности... Нет никаких принципов... Зачем тебе жить... В такой системе... Why? Tell me why... Tell me why... Неправильно чихнул... Она говорит... Давай развод... Ты неправильно чихнул... Чихай, как я скажу... Хорошо... Чихаю, как ты скажешь... Даже... Даже... Даже чел в комментариях... По-моему... Ну, по-моему, это девушка была... Написала мне про бороду... Типа там, что у тебя неряшка... Представляешь... Хотя она позиционирует себя, как мужчина... Мужчина никогда такого не будет писать другому мужчине... Только... Только... Как говорил этот... Как его там... Как его там... Членинтана... 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 Вы... Вы... Подкаблучники... Вот ты... Ну, и наезжает там... Мужиков... Ты подкаблучник там... Остал... У тебя была такая шевелюра... Остал... типа альфач такой а потом его хомутали все это фигня все фильмы это пропаганда абсолютно зачем вы пропагандировали в советских фильмах алкоголь но вы боролись с ним да хоть пытались бороться пусть и варварскими методами но зачем рекламировали его фильмах хотя бы хотя бы не перестали бы рекламировать фильмах алкоголь и сигареты нет не могут дать ответ не можешь дать ответ не можешь дать ответ где женщина там курит кто это продвигал скажи мне ты знаешь да или нет кто продвигал такое сейчас все женщины сейчас все идешь по улице сейчас все девушки все же матерятся курят пьют поголовно и все и парни хотя я сам матерюсь стал материться и пробовал курить пить чтобы понять понять их что они в этом видят что это почему они это делают я я не понял вообще потому что я из другой планеты по ходу мы наблюдаем какую-то фигню они пейзаж из готики скажите как художник художника вы рисовать умеете скажите как художник художник вы рисовать умеете а 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 по а арх ох а Умею, умею. Не умею.